Добрый день, уважаемые участники. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. 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 Hello, we now haveант從這個…… Продолжение следует... В текущем году у нас произошли порядка семи таких крупных дорожных транспортных происшествий, при которых погибало от двух и до пяти человек. Самая здесь причина, это, конечно, недисциплинарность водителей. Во-первых. Во-вторых, это у нас переутомленность. Из-за переутомленности, то есть сон за рулем, у нас произошло 4 ДТП, при которых 12 человек погибло. Ряд мероприятий проводим. Мы даже совместно с управлением здравоохранения Акмулинской области в районах мы совместно рейдовые мероприятия проводим. То есть в ночное время, в силу того, что скорая помощь занята, нет, мы их привлекаем на такие магистральные трассы. У нас по нашей области пролегают две такие магистральные трассы. Одна международного значения, другая республиканского значения. Ну и, соответственно, все вот эти дорожно-транспортные происшествия, которые у нас были, они именно допущены водителями транзитного транспорта. То есть это двигались, допустим, с Караганды на нашу область. Вот последние два ДТП, это водители такси допустили, которые вообще с Карагастана приехали. Ехали в Астану и прямо не доезжая до Астаны, там оставалось где-то километров 50. Уснул водитель, где в одном ДТП два человека сразу погибло, в одном четыре человека погибло. И в этой части, вот в части выявления таких водителей мы привлекали скорую помощь. То есть в ночное время весь транзитный транспорт останавливали и с помощью врачей проверяли их здоровье. То есть это замер давления, зрачков, ну врачи там свои мероприятия проводили. И тут цель была не то, что там, допустим, водителя отстранить, это рекомендовали отдых, кратковременный отдых, и потом они продолжали. В настоящее время мы вынуждены уже применять спецсредства, беспилотные летательные аппараты, как в народе говорят, дрон. Это к чему? Не тоже там цель такая, чтобы там кого-то оштрафовать, потому что в этом году уже изменения в правила внесены. То есть если раньше за две сплошные развороты или пересечения лишали водительского права, то есть права управления, да, то в текущем году уже за одну сплошную. Почему это сделали? Потому что очень много дорожно-транспортных происшествий именно из-за выезда на встречную полосу, то есть лобовые столкновения. Конечно, такие дорожно-транспортные происшествия, когда две машины идут на скорости, результаты очень такие тяжелые. То есть обязательно погибшие имеются, поэтому ряд таких мероприятий проводим. В летнее время мы увеличили плотность нарядов. Опять обязательно, на пятницу, субботу, воскресенье, прямо особенно где у нас находятся курортные зоны на нашей территории, то есть территорию области Бурабай, Диахколи есть, Зеринда здесь есть, ну и через нас проезжает ВСКО, Чалкар, все знаете. Мы уплотняем наряды, то же самое привлекаем и не только строевые подразделения. У нас на территории области все вот эти магистральные трассы, они у нас осуществляются контролем нарядами именно отдельных строевых подразделений. Сил и средств не хватает, потому что территория очень большая, поэтому мы здесь привлекаем и подразделения территориальных подразделений полиции, то есть ГУРОП. В целом такая работа проводится, и кроме того, мы работаем и с Казавтожилом, то есть постоянно проводим обследование, вносим представления, предписания, в части вот решаем вопросы, в части недопущения ДТП с выходом домашних животных, совместно с Казавтожилом мы устанавливаем места, где необходимо установить сетку, то есть защиту от выхода животных на проезжую часть. В текущем году с поддержкой местного исполнительного органа, то есть Акимата, мы на всех территориях, то есть на всех аварийно опасных участках уже выстояли более 50, и сейчас еще решается вопрос, именно измерителей скорости. Почему? Потому что именно вот эти технические средства, то есть автоматические средства, фотофиксации, они реально воздействуют на дисциплину водителей, вот этому ряд работают. Кроме того, у нас уже с этого года применяется 4 автомашины, это передвижные, разные программы у них, две последние вот закупили новую модель, они и ночью фиксируют. Буквально вот где-то месяца два начали их в ночь уже применять, эти передвижные стационарные, передвижные автомашины АСФ, уже и ночью, наверное, заметили, даже в городе Каштаб уже такого, как рева там, мотора там, где-то кто-то гоняет, скрипы колеса уже все равно меньше. Почему? Потому что это население, исходя вот из всех выложенных населением претензий, где-то кто-то обращается с жалобами на шум и так далее, мы используем эти машины. То есть по Валихану у нас, в городе Каштаб, именно по Валихану, всегда не гоняют. Есть магистральная улица у нас, допустим, проспекта Облайхана, там на набережной гоняют. Мы вот начали использовать вот эту передвижную автоматическую систему фотофиксации, и нарушение сразу спало. Конечно, есть диванные критики, которые нам говорят всегда, для штрафов. Практически, если по статистике взять, мы уже в городе Каштаб и по общему количеству ДТП, и по погибшим, и по пострадавшим мы снизили. То есть сама как бы на практике она показала, что эти меры принимаются правильно.